Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. 24 июня, день в Арфоломе, Назван через жития и страдания святого апостола Варфоломея. Он был один из числа 12 апостолов Христовых. По принятии святого духа, сошедшего на апостолов в виде огненных языков, Святому Варфоломею выпал жребий, Вместе с апостолом Филиппом идти на проповедь Евангелия в Сирию и в Малую Азию. Он исцелил от сорокалетней слепоты больного, От смертельного куста змеи женщину. Язычники живого в Арфоломея содрали кожу, А потом отрубили голову. В этот день не заготавливали траву. Считалось, что сегодня в полдень катается сила неведомая, Темная и решает, как людям вредит. Кому в сенях хомуты да вожи спутывать, Кому травы ядовитые жаром полнить, Кому в околотце ребеночком рыдать, Рот людской пугать. Поэтому, если сегодня травы собирать или сено косить, Можно нечистую силу в дом принести. Даже считали, что сегодня целебные растения превращаются в ядовитые. С этого дня начинались так называемые русальничьи дни. Мол, в это время русалки были видимы, Веселятся и исправляют свадьбы. Мужьями им становятся либо леши, Либо защекоченные до смерти мужчины. Сегодня русалки бегают по лесам и полям, играют, Раскачиваются на ветвях деревьев, Выбирая для этого дуб, клён или березу. Наши предки считали, что само движение русалок Сильно влияет на земные процессы. Например, если русалки во время цветения ржи и пшеницы гуляли по полю, Там хлеб становился гуще. А любимое занятие русалок раскачивается на ветвях деревьев. Кстати, это тоже способствовало созреванию плодов. И поэтому на Троицу девушки свивали березку, То есть связывали ветви двух соседних деревьев, Чтобы русалки на них качались. Считают, что русалки словно разматывают, Высвобождают жизненные силы земли В виде нитей, волокон, стеблей. И этим создают основу зелёного покрова земли. Приметы. Тёплые ночи предвещают богатый урожай плодовых деревьев. Туман стоит к обилию грибов. Одинакового размера. Но это ничего. Одинакового размера. Ещё надо капуста. Ну, для того, чтобы попробовать, нам хватит этого. А так можно побольше. На всю семью так можно побольше. Так, есть у нас. Теперь смотри, мы берём морковочку. Морковочку также. И ты любишь какую? Сладенькую. Да. Сладенькую. Сладенькую, но как бы чуть-чуть остренькую, так скажем. Ха-ха-ха. Но чуть-чуть остренькую. Смотрите, тогда для остроты мы добавим чуточек имбиря. Чуточек? Чуточек. Всё. Больше. Хорошо. Больше не надо этого делать, раз мы хотим остренькую получить. Так, теперь мы можем добавить зелени, что у нас осталось сюда. Всё это перемешиваем. И весь секрет, если мы хотим сладенького, заключается в майонезе. Майонез делаем следующим образом. У нас остался желток. Мы его не выбросили, а вот сохранили. Желточек у нас есть. Вот он. Теперь мы сюда добавляем немножечко растительного масла. Пожалуйста. Танюша, где у нас масло? Вот. Так, растительное масло? Да, желток? Да, да, да. Вот так вот. Раз. Одну столовую ложечку, не более. Теперь у нас мёд. Мы берём медочек. Так, где у нас чистенькая ложечка? Вот она у нас чистенькая ложечка. Опа. Медочек. И взбиваем? И взбиваем, правильно. Как? Да, да, да. Да мы долго будем взбивать этот мёд? Не, 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 не. Не нужно чуть-чуть. А давай мы сделаем... Два варианта. Два варианта, да. И один. Оба будут целебные. Оба будут целебные. Но мы сделаем, значит так, возьмём желток яйца и возьмём лимонный сок и мёд. Всё. А, без оливкового масла. Да. Это один вариант. Ничего себе. Теперь смотри, это у нас сейчас будет другой вариант. Хорошо, без оливкового масла. Да. Лимончик мы разрезаем. Давайте я его уберу уже. Выдавливаем сок. Вот он у нас пошёл сок. Смотрите, как хорошо бегит. Ага. Понимаешь. Смотрите.